Самый большой в истории контракт, а не только в боксе, а и в спорте. Самый высокооплачиваемый спортсмен мира. В общем-то, проведет еще парочку боев и будет завершать свою карьеру. Но вот, что интересно, в последнем своем бою против Маркоса Рене Майданы, в повторном поединке, все увидели то, что, в общем-то, хотели видеть еще раньше, особенно противники Флойда Мэвезера, потому что мало кто его любит. Будем откровенны за его поведение. Флойд Мэвезер действительно начал сдавать, начал терять рефлексы. И во втором повторном поединке многие увидели, в общем-то, как раз воочию, что Флойд стареет. На нем стала сказываться, в общем-то, и усталость, и реакция. Хотя он, конечно, без вопросов одолел Майдану, но он пропустил достаточно много ударов. Организаторы телеканала Showtime и компания Флойда рассчитывали, в общем-то, на хороший pay-per-view, да, то есть сборы денег. Оказалось, что не так много было подписчиков в этот раз, даже там миллиона не набралось. Сейчас, конечно, дилемма стоит, как и раньше с Мэвезером. Кого же сейчас Мэвезеру давать, в общем-то, в соперники, чтобы действительно привлечь внимание по-настоящему, и чтобы была какая-то интрига. Кто-то мог сказать, что вот здесь вот Мэвезеру надерут одно место. Вот только мы не Покеао. И об этом поединке уже, в общем-то, многие начали говорить, с учетом того, что Покеао достаточно успешно вернулся в ринг и уже восстановился, и показал, что он все еще в хороших кондициях, и бой может быть интересен. Но, к сожалению, многие специалисты, такие как Фредди Роу, уже говорят, что они не верят в этот бой, что вот как раньше не могли договориться, то и сейчас не смогут договориться с Покеао. Ну, нам остается лишь надеяться, что мы все-таки увидим этот мегафайт, пока Мэвезер или Покеао не закончили карьеру.